Всем привет, друзья! Наконец-то появилась новость про новогодние большие коробки Ну или кейсы, наверное, как будет более понятно для многих Защитник, Е25, ИС-3 с механизмом заряжания Да, да, да Я оказался прав, все это запихали сюда Ну я про защитника Е25 ничего не говорил А вот про механизм заряжания, да Ну а давайте, чтобы была атмосфера полная Посмотрим видосик милейший И продолжим все это обсуждать Новый год, время дарить подарки А какой подарок точно обрадует танкиста Во время новогоднего наступления 2019? Конечно, большие коробки Выбирай коробку из четырех коллекций Новый год, Рождество, Восточный Новый год Или волшебный Новый год В большой коробке ты найдешь три гарантированных подарка Две игрушки из выбранной коллекции Одну пятого уровня, другую случайного И игровое золото Кроме этого, из коробки ты получишь еще один подарок Дни премиум аккаунта, кредиты Еще золото Или один из премиум танков КВ-222 Левша М4 импруфт Туран-3 А также грозный защитник Мощный скорпион G Незаметный Е-25 Или новый неудержимый ИС-3 С механизмом заряжания А, а, а я говорил У врага три снаряда подряд Но и это еще не все В этом новом году тебя ждет кое-что необычное Новые 3D-стили Они меняют внешний вид любимых танков И придают им уникальность Подготовленные для сражений в условиях атомной войны ИС-7 Защищенный от гранат сетками и решетками Гриль-15 Украшенный керасой, каской и палашом французского керасира Бат-Чат-25Д И Т-57 Хэви С характерным обвесом для эффективной борьбы с пехотой в джунглях Эти 3D-стили можно получить только в новогодних больших коробках Готовься к Новому году Выбирай подарки для себя и друзей Ну если со всеми остальными там танками, которые шли в подарок, еще окей, да? А новые 3D-стили Это, черт подери, интересно В общем, давайте более подробно все почитаем Все, посмотрим, что здесь написано Собственно, как и в прошлый год Покупая коробочку, ты получаешь в ней гарантированную голдинку 250 Пятую игрушку Рандомную игрушку И чего-нибудь И это чего-нибудь может варьироваться Какие там проценты выпадания, никто не знает И это мы будем узнавать уже по ходу дела По ходу пьесы Но тем не менее Написано ли было, где-нибудь не пропустили ли мы информацию о том, когда это все начнется? Вроде бы нет, да? Идем дальше Тут все ясно, ясно, ясно По поводу танков Собственно, вот это вообще ничего Это один из худших, наверное, что можно представить Как, в принципе, КВ-222 и Туран-3 прототип Это забудь А для любителей коричневых извращений Левшая танк Арта, которая нигде не продается Она будет, возможно, заманчивой Ну, как бы Может быть и не будет Потому что лично, по моему мнению Она гораздо веселее, например, на М44 Чем эта арта премиумная Она хотя и не понерфленная, но Тема про защитника Про Е-25 и С-3 с механизмом заряжания и Скорпион-Г Немного опасная На мой взгляд, Е-25 Принимаю внимание, что их напродавали На марафоне нараздавали Житья на седьмом уровне по-нормальному нету От этих ПТ-шек Так их еще и здесь будут раздавать Я бы вот бы это Но, с другой стороны, видно, что варгейминге шли на поводу На поводу тех, что Ну, нам нужен этот танк И они самое заманчивое сложили сюда Ну, что еще можно положить, что было бы лучше, чем эти премы Защитник, самый известный советский имбовый прем Скорпион, самая известная ПТ-шка с большой альфой и пробитием, и точностью Е-3 с механизмом заряжания, новинка, которая нашумела совсем недавно Ну и Е-25 имба былого времени Что еще? Это самые заманчивые Ну, то есть, а варгейминг прямо как будто бы ставит максимальное количество на все вот это вот И планирует заработать здесь как можно больше бабла Ну да ладно Давайте мы обсудим стили Вот здесь офигеть Короче, я даже не ожидал, что такое еще может быть Прикол в том, что это все выглядит как будто какие-то фановые ремоделинги Но они шагнули в клиент И варгейминг, помните, сто лет назад нам обещали кастомизацию В итоге так мы и не дождались Мы так и не получили возможность отдельно повесить ящик Отдельно повесить какой-нибудь тент на танк Так и не дождались, и похоже, так и не дождемся Они продают сразу комплект И эти стили прикольные Давайте посмотрим на скриншотах, как они смотрятся ИС-7 гранит в условиях атомной войны Понимаешь? Вот на мой взгляд Вот если вы любили раньше ИС-7 с его пулеметом, который раньше еще стоял Да? Сейчас там уже, как говорится, не стоит Сколько лет уже ИС-7 То здесь это не пулемет, это какая-то зенитная станция Я не знаю, как это правильно называется Но это черт подери Это как будто бы отдельная ПТ-САУ у тебя на танке Выглядит в стиль потрясающе Тут даже нечего добавить Он охренительно красивый К нагибу, конечно, он ничего не прибавит к твоему Но к ощущениям, возможно По крайней мере, в ангаре уж точно ИС-7-то я и до без того любил А сейчас прямо вот И жаль, что нет стиля на конкурора, да? На этого супер коня нашего любимого Было бы вообще огонь Но ИС-7 гранит, мое почтение Просто фантастически Гриль больше похож на танк рыбака Чем на танк защиты от гранат Какая-то сетка у него на орудии Какие-то вот, я не знаю Морды, да, рыболовные Наваленные везде по бортам Какая-то колючая проволока И вот такой вот тент, чтобы палатку раскидать Он похож на ГВЕ-100, да? На артиллерию Милый, без сомнения, красивый Интересный стиль Причем он сразу еще какой-то подкрашенный немножко С красным таким, типа низом И с желтым верхом Нет, выглядит тоже, конечно, здорово Но сам по себе гриль Танк довольно худо-бедный Для того, чтобы в богато ремоделить И мало площади, чтобы что-то тут насувать Ну, в общем, Wargaming постарались Прикольно И все эти стили Причем отличаются от фановых ремоделингов Тем, что у них сохранены все хитбоксы То есть здесь, ну, допустим Эта область не сделалась Какая-то в виде кабины, да? Которая на самом деле не существует И ты будешь сквозь нее стрелять Так что от таких стилей вреда не будет А пользы прям, ну, максимум Особенно для всех любителей гриля С Батшатом прям вообще какая-то комедия Наложили какую-то там саблю, да? Называется Моренго Стиль Батшат 25Т Моренго Вот это что за сабля? Что? Не, ну а почему нет, да? А почему ей положить бы сюда треуголку, черт подери И не посадить Наполеона? Это было бы интересненько, конечно Ну, прикольно Еще какая-то арабская вязь Не знаю, что это все означает Если вы эксперт, знаток арабского Напишите в комментариях, что это все значит Почему танк именно вот такого цвета Какой-то арабско-пустынный Возможно, как-то тут что-то с чем-то связано Какой-то канат Мы доселе не видали Канатов никаких вообще Ну, обычно металлический трос А тут прям реально канат И какой-то, не знаю Из моего детского конструктора Тут элемент, чтобы можно было красиво Все это дело привинтить Фантастически Ну и Т-57 Хэви Рваный подкрылок Украшен коробками И он типа Из вьетнамских флешбеков Как будто бы, да, танк? Для чего еще нужно уничтожать пехоту? Где еще танк этого времени мог это делать? И кругом тут у него ящики Пулеметы шестиствольные Здесь еще пулемет С целой даже бразурой И это просто фантастически Надпись на орудии забавная Pray for slack Честно, я не знаю, что означает эта конструкция Потому что вроде бы набор слов на английском Может переводиться в контексте Совершенно по-иному Чем просто слова перевести отдельно Но если перевести это все отдельно То написано, что молись за вялого Или молись за слабого Может быть танк не новый И по старости своей у него уже вялый И нужно молиться, чтобы это не было так Короче, я не знаю Я сливаюсь с перевода всех этих Узкоспециализированных Фольклорных английских выражений Если вы разбираетесь То в комментариях отметьте Что это тоже означает Хоть подскажете нам Ну и да, модель богатая Конечно, хотелось бы подобного И видеть уже вот прямо сейчас Много и для всех машин в игре Но, насколько я вижу Как это кажется, что тратится На такое же количество усилий Наверное, как на создание модельки с нуля Здесь столько добавляется элементов новых Сумасшедшего разнообразия Что капец Причем даже Заметили вы или нет, я не знаю Но когда Диктор озвучивал в этом ролике Все эти вот новости Он про Т-57 Heavy Hellhound Отметился другим голосом Немножко, видно, что была запись сделана в другое время То есть они это добавили в последний момент Возможно, не успевали А потом бы успели К тому, что они прямо вот стараются И Wargaming Ну камон, ну сделайте уже нормальную кастомизацию Вот всего этого разнообразия Чтобы я мог в ангаре себе Добавить саблю на Батшата В ангаре мог добавить себе вот этот ящик А надпись убрать с орудия, например Или типа того Ну камон, давайте уже это Больше контента Это ж я вам ли рассказываю Продавать все это начнете И так далее Ладно, о чем мы Самое главное, что непонятно в этой новости Это то, когда это все начнется Завтра, послезавтра И через неделю В январе Хрен знает Само собой, я буду держать вас в курсе Здесь написано, что обратный отчет До начала новогоднего наступления Пошел Итак, давайте подытожим Что получается В прошлом году Все эти коробки стоили вот сколько Если покупаешь одну Она стоила 110 рублей Если покупаешь сразу 5 То 500 рублей Если сразу 20 То 1800 И если 45 То 3600 Смысл коробки в том Что в ней содержится При минимальном раскладе Как бы имущество Меньше Чем если бы ты купил Просто золото Но Дело в том Что в каждой из них Может выпасть кое-чего То есть Если у тебя с удачей Так же как у меня А мне никогда не везло Ни в каких лотереях Ни в каких розыгрышах Вообще никогда Все что у меня есть Добился трудом Многократным Никто там ничего На блюдечке не подал Если у тебя такая же история То вряд ли С первой коробки Ты сразу получишь Супер-мега-танк И с механизмом заряжения Там и так далее Наверняка Придется потратиться На них Поэтому Здесь уже Каждый решает сам Стоимость Одной коробки Еще раз Минимальная В прошлом году Была 110 рублей А голда Которая Минимальная В ней содержится 200 пилет Она по идее Стоит 55 рублей То есть Ты платишь В два раза больше За содержание Если оно будет Минимальное Которое получишь Но тебе может и повезти И ты сразу Как в прошлом году Был А я купил 5 коробок Там один писал И два прем-танка Восьмого уровня Из пяти коробок Вынул В итоге Все зависит от удачи И случайного распределения Но и от той вероятности Которую заложили Варгейминг Во все эти коробки Насколько часто Будет попадать И 25 ИС-3 с механизмом заряжения И так далее Нам неизвестно Поэтому Это будет еще Та лотерея Уверен вам Я помню Что там уверен Я помню Как в прошлом году Вам нравились наши стримы По открыванию Миллион этих коробок И мы с замиранием сердца Следили за тем Как оно все происходит И в этом году Я думаю Устроим что-нибудь Похожее Но самое главное Самое главное Задонатить в эту игру Появился еще один Возможно Хороший повод Потому что Варгейминг Заразы Конечно Они знают Как соворотить народ В эту Свою Донатную Фигню Потому что ИС-3 с механизмом заряжения Они не вердают Они решили Его Специально Сделали Таким Заманчивым Чтобы Срубить бабла На этих коробках Потому что Если всем остальным Нас еще не удивишь То Этим Новым танком Да Если конечно У вас еще Его нет А я знаю Что у вас Его нет Потому что Тех у кого Он есть Прям Чуть ли не Единицы Это один из Зречайших Прямо Восьмого уровня Который был раньше В общем Вот такие вот Новости Пишите что-нибудь В комментариях Пишите Покупали ли вы В прошлом году Коробки Будете ли в этом Интересно Ну и в общем Все Подписывайтесь на канал И буду держать вас В курсе Всех новогодних Праздников Связанных с World of Tanks До новых встреч Пока-пока Враг Обнаружен Цель Охватена Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok